Здравствуйте, с вами вновь Александр. Я сегодня вам расскажу о новинке от компании Römer. Модель называется Tri-Fix i-Size. Вот она перед вами. Мы сегодня с вами рассмотрим, что в ней сделали новенького. Все-таки это новиночка, достаточно интересная. Это, кстати, новая серия. Что мне нравится вообще в Römer? Römer – это один из очень немногих брендов, который делает свою продукцию полностью в Германии. Они, текстиль, все, соответственно, ввозится с соседнего городка в Германии и собирается все там же в Германии, проверяется в Германии. Никакого Китая здесь, в принципе, нет. Поэтому для любителей 100% немцев, пожалуйста, это к вам. Это новая линейка. Она называется у них уже Premium Line. Это у них самая-самая интересная линейка. i-Size в названии говорит о том, что они эту модель полностью подготовили под этот новый стандарт i-Size. В i-Size добавили много разновидностей краш-тестов, начали сбоку уже проверять удары. И, соответственно, чтобы эта модель проходила под новый стандарт, они сделали здесь некоторые доработки. Вообще, в принципе, Tri-Fix у Römer – это модель, в которой, в принципе, все хорошо. Но здесь все моменты сделали немножечко лучше. Поэтому сегодня с вами изучим. Это категория первая. Она с 9 месяцев до 18 килограмм. Это где-то до 3 лет. И до 105 сантиметров роста. Хорошо, что до 105, потому что кресла идут 2-3 категории. Они идут со 100 сантиметров. И вы, получается, что в нем спокойно доезжаете именно до 2-3 категории. В этом нормально помещаетесь. Потом пересаживаетесь. Что касается материалов в этом кресле. Материалы в Römer никогда не были плохими. И здесь они такими не стали. Моделька очень с хорошей тканью, приятная. Что мне нравится? Ткань, она такая, знаете, как будто внутри с поролоном. Она очень мягкая. И само сидение мягкое. Боковинки мягкие. Все мягкое. Подголовник. Они изменили немножечко форму подголовника. Вам сейчас видно. Но нужно напрямую сравнивать с трафиксом. И вы тогда увидите разницу. Я сейчас фотографию добавлю где-то. Посмотрите. Вот. Они здесь называют ее формой V. Галочка. И, соответственно, немножечко он изменился. И стал, по сути, немножечко удобнее. Что касается регулировки, кстати. Здесь все классически. Здесь сверху такая вот штучечка. Тянем ее наверх. И регулируем. Высота по высоте регулируется. И регулируется одновременно с ремешками. Что касается ремешков. Здесь тоже есть отличия. Раньше здесь с обратной стороны был абсолютно другой материал. Он был более толстый, жесткий. Не так уж приятно, я думаю, ребенку. Здесь они сделали новый материал. Это что-то типа такой плотной-плотной резины. Он такой не скользящий для того, чтобы не соскальзывал ребенок при ДТП. Он его хорошо фиксировал. Вот. Это одно отличие. Также они добавили сюда их знаменитую систему SICT. Она у них тут называется SICT INSIGHT. Это улучшенная и без того хорошая боковая защита при боковом ДТП. Если удар приходится в бок, здесь установлена система, которая сильно гасит энергию удара. Это тоже очень здорово. Вот. Также они немножечко поменяли здесь само крепление. Плаформа по сути осталась та же, но они упростили обращение с ней. Раньше здесь было нужно нажимать кнопочки, еще что-то, чтобы ее как-то ставить, снимать. Сейчас все стандартно. Вот вам сейчас сбоку, я думаю, хорошо видно. Классическая система изофикса используется. Снимаем здесь, ставим здесь. Раньше нужно было это делать здесь. Вот. Сейчас стало проще. Также в нем присутствует, как и в другой модели, якорный ремень. Вот он. Сейчас буду устанавливать, покажу вам, как это работает. Вот. Что касается комфорта ребенка, наклона. Здесь, соответственно, классическая система с кнопочкой спереди. Вот. Регулируем. Сбоку виден сам угол. Угол, я считаю, достаточно неплохой. Конечно, не горизонтальный. Лежать ребенок не будет. Но и при движении вперед лицом нельзя лежать. Это небезопасно. Среди, вот, скажем так, допустимый наклон, это здесь он максимальный. При движении вперед. Чаша здесь глубокая. Посадка хорошая. Уже миллион детей перемерили, посмотрели. Реально суперская посадка. Вообще, посадку в ремере первой особенно категории можно считать эталонной. Очень комфортное, удобное кресло. Так. Что касается безопасности, я уже вам сказал. Здесь все очень здорово. Усилили боковую защиту. Ну, все, все здорово. Вот. Также, вы видите, раньше у них была вот эта вся часть пластиковая. В основном всегда белая. Когда у вас черный салон, хочется все-таки черное. Что-то темное основание. На мой взгляд, смотрится более стильно. Здесь у нас теперь основание. Есть выбор у вас черный. По-моему, отлично. Черный на черном. Смотрится так. Прям здорово. Вот. Давайте теперь посмотрим, как оно крепится. Как я уже показывал, изофикс он стандартный. Защелкиваем. До щелчка. В машине, если у вас есть изофикс, то практически со стопроцентной вероятностью у вас есть и якорный ремень. Якорный ремень – это вот такой вот ремешок с таким вот крючком на конце. Соответственно, если у вас седан, у вас само крепление якорного ремня находится за подголовником. Если у вас кузов универсал, хэтчбэк, там, джип, что угодно. Обычно это крепление находится на спинке заднего сидения. Если же там нет, значит, где-то в полу. В общем, найдете. Это не проблема. Он крепится у нас сзади. Здесь я вам не смогу показать, вам не видно. Ну, вот защелкиваем. Потом натягиваем, чтобы он притянул вот эту часть. И, соответственно, ставим на изофиксы. Его можно немножечко задвинуть, более плотно посадив. И создадим таким образом более такую плотную посадку самого кресла. Оно притянется к автомобильному сидению и будет как бы литое. Поэтому, что касается крепления, все просто. Чтобы снять, соответственно, отстегиваем сзади ремень, убираем. А здесь вот за красненькие такие кнопочки нажимаем. Соответственно, отстегнули. Ну, вообще ничего сложного. Я думаю, что любой родитель с этим справится. Вот. Собственно, что новое в нем есть, я уже вам рассказал. Обзор на Трайфикс предыдущий. Ну, они параллельно, на самом деле, выпускаются и продаются. Я вам тоже прикреплю ссылочку. Можете посмотреть обзор Трайфикса обычного, не iSize. И, скажем так, сравнить наглядно. Вот. В двух словах мое мнение вам скажу. Я в обзоре на Трайфикс тоже говорил, что мне сильно нравится. Вообще первая категория у ремера. Когда выбираете первую категорию, тут, знаете, много кресел. Но ремер, вот он какой-то особенный. Он очень удобный, они безопасные, они ликвидны на вторичном рынке. Продать его тоже будет очень легко. Поэтому, как вариант, я думаю, на ремер очень стоит обратить внимание. Вот. По безопасности. И Трайфикс был неплох, но, конечно же, здесь доработали, он стал лучшим. И по статистике вообще в России, насколько я помню, 80% ДТП лобовые. Но это что касается трассы. В городе же, наоборот, ситуация. Много ДТП боковые. Поэтому доработка здесь, вот этой системы Sigt Insight, это очень здорово. На мой взгляд, стало оно безопаснее. Поэтому при выборе первой категории с изофиксом, очень-очень рекомендую обратить внимание. Тем более, цена у него не заоблачная. Это, скажем так, топовое решение за абсолютно нормальные деньги. Ну, конечно же, она дороже многих кресел. Но мы и говорим о самых лучших креслах. Вот. Поэтому очень рекомендую. Доработки здесь достаточно интересные. Хотя, вот, назвать их супер-мега какими-то значительными, тоже язык не поворачивается. Но, знаете, нет предела совершенства. Все, что было и так хорошо, допилили, доделали, улучшили. Все здорово. Поэтому смело рекомендую. Вам, если это видео было полезно и интересно, смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И большое спасибо миру автокресел за то, что предоставили на обзор эту интересную модельку. Одну из моих любимых. Я не навязываю, я просто вам говорю свое мнение. Вот. И вам хочу лишь пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для ребенка. И всего доброго. До свидания.